всем привет рада видеть вас на своем канале собрала очередную косметичку себе на месяц выбрала вот такую яркую красочную косметичку чтобы поднимать себе настроение какие продукты я выбрала на предстоящий месяц давайте посмотрим вместе стало холодно включили отопление и соответственно сразу начались небольшие проблемы с кожей но какие проблемы появилось шелушение пока небольшое но все же есть и взяла я базу праймер под тональное средство у меня осталось совсем немного летом я не пользовалась никакими не базами не праймерами кожа и так была в хорошем состоянии они мне были не нужны и на этот месяц я решила взять себе в помощь вот эту базу надеюсь я идю за зиму закончу конечно не очень хочется и пользоваться это лишние силиконы на лицо но иногда нужно и в этом году я решила добить до использовать вот этот тональный крем от эвелин liquid control вещает она эффект детского личика в общем это у меня 10 оттенок терпеть не могу вот эту пипеточную систему до использую и больше такое покупать не буду давно и вам не делала сводча этого тонального крема сделаю буквально совсем совсем капельку вроде по коже распределяется неплохо текстуры как мне нравится такая жидкая флюидная неплотная ну вот все равно и вот все равно я его вижу на своем лице и она подчеркивает шелушение если какие-то появляются я не скажу что оно плохое но не мое как вы видите даже на руке она мне немного свет светлая поэтому я опять взяла в этом месяце тональное средство от ив сен лоран пробник у меня очень вот такой темный я говорила что нашим девушкам россии мало кому подойдет мне в комментариях написали что им отлично подходят они пользуются хорошо когда кому-то подходит потом не точно не подошло я уже говорила что если я наношу это средство на лицо то у меня какой-то желтушный вид а так само по себе средство неплохое вот на руке кстати очень даже неплохо номер в оттенке baby 40 до его поставим как всегда я беру капельки для глаз тот флакон у меня предыдущий закончился и я взяла капли точно такой же направленности соответственно уже новый флакончик это типы искусственной слезы я уже говорила что хорошо снимает покраснение с глаз освежает взгляд дает облегчение глазам в общем классное такое средство базу по тени я взяла от марки nars теперь я буду пользоваться и очень долго она мне очень нравится такая вот информация ее здесь много 8 грамм она такая же белая удобный спонж но неудобная вот эта упаковка видите у меня руки в тональном креме и я вот взяла и сразу все в пятнах вот в этих в белых в общем упаковка отвратная но средство классная вот такая она беленькая нужно очень очень мало и и распределить если кстати будете наносить много тут и не могут искататься даже на этой базе если наносить тонким слоем то тени держится просто великолепно в общем она мне нравится я не пожалела что купила эту базу и сверху базу я решила закреплять тенями эти тени вам тоже показываю уже давно можно и обойтись без вот этих теней как закрепляющих но мне просто нужно их использовать не хочу их выбрасывать это тени clorans в первом оттенке nude beige не люблю эти тени они как-то засаливаются затираются в общем оттенка особого они не дают просто выравнивают века а вот тени которые я взяла от шанель вот они не нуждаются в принципе ни в каких особых таких этих базах никаких закрепляющих вот этих тенях они держатся сами великолепно обожаю эту палетку это четверка теней в оттенке 278 любимые мои тени особенно от осенью вот такие вот четверочка я их уже прилично использовала сейчас мне нравится больше всего комбинировать вот эти два оттенка такой вот золотой можно сказать с каким-то бронзовым отливом вот такой вот зеленый но не зеленый конечно он сложного оттенка вы кстати на пальце он смотрится как бы блестящим на глазах он больше смотрится просто сатиновым и немножко добавляю вот этот вот оттенок ну и конечно я буду пользоваться этим оттенком куда же без такой красоты давайте я сделаю сводчи хотя вам уже много раз делала так вот так выглядят тени на базе они смотрятся также ярко также насыщена поэтому кто говорит что тени шанель не видны на глазах я с этим не согласна сложные оттенки красивые оттенки такие мне не нравится повторюсь в миллионный раз что отлично подходят для возрастного века выглаживают века подходят для офисного макияжа подходит на каждый день это не то что праздничные тени которые можно использовать там три раза в год на каждый день великолепно и вот эти два оттенка у меня особенно хорошо идут осенью прям очень красиво я их комбинирую немножко добавляю вот этот вот я не делаю сложные супер-пупер макияжи у меня все легко и просто очень красивые тени не устану повторять что тени это эти просто вот шикарные и я не преувеличиваю ну соответственно для девочек постарше так если мы говорим про глаза давайте я уже и буду про глаза так для бровей я взяла опять гель арт-деко беру его постоянно купила уже новый такой же я вам показывала в покупках дальше карандаш для бровей у меня по-прежнему карандашик от clorans 0 1 оттенок dark brown довольно это же этим карандашом где вы показать меня он полностью устраивает хорошо мне подходит оттенок он хорошо держится никуда не девается не размазывается не исчезает в общем карандашом я этим тоже довольно тушь у меня будет от и в сен-лоран вот такая миниатюрка это черный оттенок миниатюрка не очень я люблю эту тушь тушь хорошая но просто не моя любимица имеет аромат делает красивые ресницы не склеивает их не осыпается тоже меня в принципе устраивает консилер под глаза я взяла от skin food он огромный хватит него наверно на несколько лет единственный минус его куда-то с собой в дорогу конечно не возьмешь оттенок великолепный хорошо мне подходит такой хорошо скрывает синяки под глазами давайте вы сюда что ли нанесем многое на руку конечно на палец взяла наношу его совсем совсем немножко зону под глазами высветляю синяки скрываю тоже мне он нравится но еще раз скажу что он неудобный в использовании потому что без кисточки его сложно наносить так это не особо он подчеркивает морщинки недостатки под глазами в принципе нормальный но он и бюджетный пока я им довольна следующее что я вам покажу наверное это румяна румяна я взяла от марки шоссеи до в оттенке rd-103 одни из моих любимых румян пользуюсь на протяжении нескольких лет и этими румянами но не нескольких лет ну года три наверно точно пользуюсь но опять же я чередую их с другими вот такой красивый оттенок который подойдет практически наверное любой девушке любой женщине любому цветотипу мне они нравятся хорошо держатся никуда не деваются в течение дня а то бывает румяна нанесешь а через пару часов уже и нет воспоминаний об этих румянах можно нанести прям очень интенсивно можно нанести легкий румянец в общем можно регулировать красивые сатиновые румяна недостатков на коже не подчеркнуть никаких в общем классные румяна нравятся они мне и избавляться и от них не собираюсь хотя хочется купить что-то новое красивое такие вот румяна вот красивые румяна так и покажу хайлайтер хайлайтер в этот раз я взяла от марки бербари в оттенке 02 ньют голд вроде и вес большой 5 грамм ну как-то не у меня быстро стали протираться рисунок стирается и там похоже я скоро увижу дно очень красивый принт рисунок был но что поделать нужно пользоваться для этого мы их покупаем косметику чтобы радовать себя так и нанесу наверное вот сюда хайлайтер красивый хайлайтер деликатный такой деликатный не броски не яркий но соответственно если наносить в меру его и этот хайлайтер можно использовать в качестве теней но в качестве теней я ни разу его не пробовала использовать шикарный хайлайтер шикарное качество вот так и все свое великолепие всю свою красоту я буду закреплять метеоритами метеоритами от герлен по прежнему они у меня во втором оттенке крык clear light давайте я вам покажу их давно я вам не показывала мне кажется они у меня даже не убавляются так они у меня выглядят решила я их прям вот хотелось бы конечно закончить чтобы купить себе что-то новое красивое классная штучка которая тоже и радует и туалетный столик и глаз и вообще поднимает настроение и остались только средства для губ начну я с блеском блеск от ревлон я буду называть оттенки не знаю продаются они или нет это оттенок 008 такой он красивый с мелким мелким шиммером который не ощущается на зубах нежный красивый блеск решила тоже его поактивнее использовать также я решила взять я не помню как правильно называется то ли лаковая помада но что-то такое от клиник блеск наверно все-таки лаковая помада потому что достаточно плотный такой оттенок цвет 01 какао поп пользуюсь редко но вот качество от классная просто отличная никуда не растекается не расползается вот кажется на руке темным но у меня губы не такие светлый пигмент губ мне кажется что мои губы делает просто лучше просто красивее выглаживает делает их объемными гладкими красивыми в общем классная штука но пользуюсь почему-то редко вот хочу по активнее использовать в этом месяце но наносить толстым слоем не рекомендую иначе он будет как-то затекать в складке если таким нормальным не совсем тонким нормальным слоем нанести смотрится очень красиво просто красиво и еще возьму свою новинку я вам показывала недавно в покупках этом помада кле да по оттенок 18 черри бери футляр роскошество пользоваться удовольствие и сама помада тоже великолепная на губы ложится прямо как крему но не как масло но очень комфортно не растекается хороший пигмент не сбивается в складки самое главное не подчеркивает шелушение и не находит шелушение наоборот все это сглаживает выравнивает в общем никаких не полосок не исчезание цвета цвет красивый такой насыщенный в общем помад этой марки у меня никогда не было это мое первое знакомство с помадами этой марки и я довольна качество просто отличная даже по руке на скользит не так как по губам по губам она скользит вот просто шикарно так она в стике вот так на руке очень ей довольна прям очень довольна надеюсь и дальше она меня не разочарует я думаю что это не впустую потраченные деньги давайте посмотрим еще раз свочи вот здесь нанесенные румяна кстати они смотрятся как будто золотистым шиммером хотя так вот его не видно это хайлайтер видите как он красиво блестит переливается поэтому точно он будет великолепен и в качестве теней красивущие тени шанель вот серый хайки с разноцветным шиммером как розово-золотистый розовое золото наверное больше шампань даже коричнево-золотистый и песочно-золотистый а всех этих оттенках есть такой вот разноцветный шиммер обожаю эти тени и давайте посмотрим блеск для губ привлон это помада клиник и эта помада клей депо вот если сделать расфокусировку видно да шиммер здесь и шиммер есть и здесь и шиммер есть и в помаде вот за счет этого все красиво и смотрится на губах и здесь вот такую небольшую косметичку собрала и на предстоящий месяц видео не такое информативное просто мне хотелось вас немножечко отвлечь и развлечь от всех вот этих неприятных мыслей от неприятных событий которые сейчас происходят буду благодарна вам за ваши лайки за ваши комментарии самое главное оставайтесь здоровыми красивыми хорошего вам дня и мирного неба над головой всем спасибо всем пока пока